Глава 5. Подзаголовок 16. Стратегическая концепция ООП. Таким образом, стратегическая концепция ООП построена на сочетании трех декларативных целей и трех основных тактических инструментов, служащих их реализации. Три декларативные цели – независимое палестинское государство на западном берегу и в секторе Газы, самоопределение израильских арабов в Галилее и Негеве и право на возвращение беженцев 1948 года в прибрежные районы Израиля. Три основных тактических инструмента – палестинская хартия, поэтапный план и вооруженная борьба. Все без исключения лидеры ООП следуют этой концепции в своих публичных выступлениях и практических решениях. Несмотря на меняющиеся обстоятельства, никто из них не отказывается от неизменного тезиса ООП, определяющего необходимость священной войны, джихада, направленной на уничтожение Израиля. Даже после Мадридской конференции 1991 года, положившей начало мирным переговорам между Израилем и арабами, Арафат многократно выступал с призывами к джихаду. 15 марта 1992 года он заявил, Конец цитаты. 23 мая 1994 года, уже после подписания норвежского и каирского соглашений с Израилем, лидер ООП выступил в мечети Йоханнесбурга, где он обратился к мусульманам всего мира с призывом присоединиться к джихаду за освобождение Иерусалима, столицы Палестины в кавычках. Свои собственные политические обязательства Арафат охарактеризовал следующим образом. «Это соглашение с Израилем я расцениваю как договор, заключенный пророком Мухаммедом с живущими в Мекике курешитами. Мы принимаем сейчас мирное соглашение, чтобы продолжить свой путь к Иерусалиму. Джихад будет продолжаться, и Иерусалим является не только собственностью палестинского народа, но и достоянием всей исламской нации». Конец цитаты. Мусульманским слушателям Арафата не нужно было объяснять, что такое договор с курешитами. Мухаммед заключил этот договор с обитателями Мекки, вовсе не намереваясь его соблюдать. Под прикрытием мирного соглашения он выждал ровно столько времени, сколько ему было необходимо для накопления сил, а затем воспользовался благоприятным моментом и завоевал Мекку. Когда содержание его речи в мечети Йоханнесбурга стало достоянием гласности, Арафат попытался замаскировать истинное значение своих слов. Со свойственной ему изобретательностью он заявил, что имел в виду мирный джихад. Но и этой незамысловатой лжи оказалось достаточно левому израильскому правительству, которое продолжило переговоры с ООП, как ни в чем не бывало. Средства массовой информации на Западе упорно обходят молчанием стратегическую доктрину ООП и заявления представителей этой организации, адресованные арабскому миру. В результате западные лидеры не имеют адекватного представления о целях и методах ООП. Когда их спрашивают, почему они не придают значение заявлениям Арафата о грядущем уничтожении Израиля, они ограничиваются пренебрежительной усмешкой. По их глубокому убеждению, хвостливые речи Арафата не заслуживают серьезного отношения. В позиции Запада ощущается совершенно неуместная заносчивость. Западные лидеры словно дают понять, не нужно слишком серьезно воспринимать то, что арабы говорят арабам. Они отказываются уразуметь, что в данном случае правомерна прямо противоположная логика. Диктаторские режимы и организации готовы говорить иностранцам любую ложь, соответствующую их сиюминутным тактическим интересам. Но лишь те их заявления, которые адресованы собственной аудиторией, отражают некоторую часть их сокровенных планов и устремлений. Только тот, кто понимает истинную природу этого соотношения, может понять стратегию ООП. Обращаясь к Западу, ООП охотно торгует своим «мирным» товаром, однако эта организация неустанно сулит террор и уничтожение Израилю, когда она обращается к арабам Ближнего Востока. Как можно объяснить тот факт, что ложь ООП принимается на Западе за чистую монету, а откровенные заявления палестинских лидеров расцениваются там как бессмысленная болтовня? В действительности, даже самые легковерные западные политики не верят всему, что исходит из уст ораторов ООП. Так, например, никто на Западе не воспринял всерьез заявление Арафата о секретной карте сионистской экспансии, кавычках, обнаруженной им на тыльной стороне израильской монеты достоинством в 10 огород. В штаб-квартире Объединенных Наций в Женеве была специально создана многолюдная пресс-конференция, на которой Арафат представил карту, охватывающую почти всю территорию Ближнего Востока от Нила до Ифрата. Лидер ООП разъяснил, что эта карта, воспроизведенная им в грубых контурах, очерчивает территории, на которые распространяются экспансионистские устремления Израиля. Она была выгравирована на израильских монетах для того, чтобы каждый израильтянин, роясь в своих карманах, всякий раз становился участником молчаливого заговора. Когда Арафат сошел с трибуны, окруженный плотной свитой помощников и подхалимов, за все годы работы в ООН мне ни разу не доводилось видеть столь пышной процессии. Я вошел в покинутый им конференц-зал Женевского Центра Объединенных Наций. Достав из кармана монету достоинством в десять огород, я объяснил собравшимся, что запечатленный на ней рисунок является слепком с античной монеты времен правления иудейского царя Мататьягу Антигона с сороковой тридцать седьмой годы до новой эры. На большинстве современных израильских монет отчеканены рисунки, скопированные с древних иудейских монет. Участникам пресс-конференции была продемонстрирована увеличенная фотография древней монеты, с которой был снят настороживший Арафата оттиск. Обнаруженная им секретная карта в кавычках повторяла контуры ее стерших со граней. В данном случае попытка Арафата запустить в оборот очередную ложь закончилась немедленным провалом. Однако многие другие измышления ООП, столь же наглые и фантастичные, удостоились доверия Запада. Будь эта конкретная ложь Арафата принята на веру, она вполне могла бы стать постоянным элементом палестинской пропаганды, наряду с признанием в кавычках Израиля и приписываемой ООП готовности удовлетвориться созданием собственного государства на западном берегу Яордана и в секторе Газы. Невежество западных политиков и журналистов в вопросах, связанных со стратегической концепцией ООП, обусловлено отнюдь не только изощренностью палестинской пропаганды. Люди Запада, да и многие израильтяне тоже, попросту хотят поверить тому, что говорят им ораторы ООП. Им хочется верить, что даже самые непримиримые враги могут стать однажды друзьями. Уже после того, как администрация США прервала переговоры с ООП, узнав о причастности этой организации к новым актам террора, в Вашингтоне предпринимались заметные усилия, направленные на возобновление американо-палестинского диалога. Белый дом настойчиво занимался изысканием путей для возвращения ООП на политическую арену. Через различных посредников осуществлялась лихорадочная закулисная деятельность, целью которой было заручиться согласием ООП на те или иные шаги американской администрации. Результатом этих усилий стало постепенное восстановление легитимности ООП в глазах Конгресса и американского общественного мнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова